Добрый вечер, уважаемые участники и зрители УГЦ, с вами снова в очередной раз Ромарий. Мы уже не прошу ни две недели, как я все-таки добрался до спектрума с игрой Капитан Планета. Ну что же, давайте же начнем, точнее продолжим проходить Капитану Планету на The X Spectrum. Угу. Так. Так, погнали. Идем. Нет, не тренил. Ты в жизнь взял, сейчас по верху пойдешь? Да-да-да. Кстати, а я вот только сейчас заметил, что когда он стоит и вот стреляет, такое ощущение, что он, да, стреляет из членов. Да, типа того. Ё-моё. На самом деле он из пупка стреляет, вы ничего не понимаете. Из члена звездочки не вылетают только из пупка. Почему это у Капитана Планеты нет пупка? Кто тебе такое сказал? Кто тебе такое «Треляет, короче,20-1-8-1-9-10-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-5-0-4-0-7-0-7-1-0-5-0-4-0-5-0-6-0-7-0-7-0-6-0.5-0-7-0-6-0.5-0-7-0-5-0.6-0-8-0.5-0.6-0.0.6-0.6-0-6-0.6-0.6-0.6-0.6-0-7-0.9-0.6-0.6-0.7-0.6-0.6-0.6.0.6-0.6-0.5-0-7-0.6-0.6-0.6.0.6 Народ, никто D-близ не видел? Нет, не видел Да вроде был где-то сегодня Ну все, началась жизнь Ты тогда очень хорошо побеждал первого босса, но под конец уже стрима Ну потому что в тот раз у меня рука была набита Сейчас разогреешься и начнем стыщить Ну я уже не заметил как я его уже удалил Осталось только теперь внизу не наложить, желательно Блин, Волтара, это не есть хорошо Чему я намечился в капитане планеты, когда планете плохо убило всех живых существ Он их не убивает, он стреляет в них звездочками с пахой Они становятся чистыми, светлыми, новыми Новыми Вообще, капитан, планеты это как бы такая вот сущность, вызванная самих спасателей Их главная задача это типа защитить планету от прочих катаклизмов, загрязнений и всему такому прочему Те, кто смотрел мультсериал, те поймут Тебе надо стрелять из паха во всех живых существах Боюсь задать вопрос чем Звездочками Ты сначала летишь по космосу, короче, собираешь часы Потом начинаешь стрелять звездочками во всех живых существах С паха Дальше Слова 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 Продолжение следует... 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 Ну, не знаю, у тебя под конец-то уровня обычно есть напряжки со временем. Ну, да. Ты же тогда, по-моему, выяснил, что нужно стрелять прямо в пасть этой акуле, чтобы ракету уничтожить? Да, чтобы ракету успел отбить. Ничего, сейчас со временем руку набью и пройду, блин. Да, я точно считаю. Нет игр, которые нельзя пройти. Ну, вернее, они-то есть, но если были реально непроходимые игры, их бы никто не заставлял тебя проходить. Ну, все зависит от желания играющего. Если он хочет и уверен в том, что он пройдет, то валяй. Да, нет, я имею в виду, если может же быть, допустим, вот реально какая-нибудь игра, которая реально непроходима. Но в таком же случае, насколько мне известно, технический рерол происходит. А так, в принципе, все игры, которые нельзя за тех реролить, их можно пройти абсолютно все. Ну, это на харде могут выпустить непроходимые игры. Да. Самое интересное ждет мне впереди. Угу. А, Вася, на какой-нибудь твоей любимой платформе? Платформе. Платформе 64, сначала. Да, надо, короче, не любить ни одну из платформ. А то мне уже не раз говорили, что на любимой платформе выпадает самое зло. Если я все платформе буду ненавидеть, то мне будет выпадать только хорошие игры. Старкрафт 64 я бы с большим удовольствием поиграл я не исключаю того что возможно это какое днище полное но сейчас и посмотрим сейчас я точно скажу что такое Старкрафт 64 давай я полагаю что-то типа Red Alert на PS1 Warcraft на PS1 я уверен что Старкрафт 64 то же самое что Warcraft на PS1 у меня есть две разные классы но они в одном поколении в одном поколении в одном поколении блин у меня молвы нету мне будет трудно продвинуться дальше как он будет хелик без молнии Мне особо радует эффект, когда из-под воды прям выпрыгивают эти вот рыбки, и ты их поочередно отстреливаешь. Сразу скажу о том, что SK-64, извиняюсь, что требил, у него всего 28 мегабайт, когда обычно стоят 600 на Windows. Ну порезали все, что режется, как будто ты не знаешь, как это работает. Ну это понятно. Может быть там ролики... Порезали, сжали там, конечно никаких роликов там не было. Ну что ты думаешь, что без роликов она весит столько же, сколько сейчас, если ты уреешь? Нет. Я на самом деле вообще не силен в том, что и как может весить. Если б ты мне просто сказал, без сравнения, сколько она весит и потом бы сделал так... УУУ, я б не понял к чему это. Я б гадал, хорошо это или плохо. Сейчас я уже... сейчас открою, сейчас эмулятор. Мама, чего ты от тебя хочешь. Опять? Ну ё-м-моё. Опять отвлекли. Щас еще подойду. — Господи, ты поставил паузу прямо перед смертью. — Блин. — Убрали каких-нибудь юнитов из игры там, каких-нибудь самых интересных, типа, каких-нибудь червей Нидуса. Я не помню, в первом Астрокрафте были червей Нидуса? — Были. — Я, на самом деле, в первом Астрокрафте очень много играл. — Викингов каких-нибудь убрали. — Ща я на ютубе гляну. — Ну да, это как зэмпарк нас носит. — Такси. — Хватит гадать. — Ща ты. — Соты. — Соты. — Соты. — Соты. — Соты. — Дима против. — Тут есть ролики. — Тут есть даже ролики. — Да, ты уже посмотрел? — Или ты... — Я на ютубе гляну. — А, на ютубе? — Ну, это хрень. — Здорово. — Ой, пиздец. — Ну, тихо. — Да, я посмотрю. — Уж я... — Уж я скачал его. — Скажу... — Как... — Как он вообще... — Как опытный... ... ...человек... ... ... ... ... ... ... ... — И какие-то новые ещё к тому. — Опять Патя в покер играет. — — Таких не было в Старкрафт. — Отличный там Старкрафт, короче. А отличнейший Старкрафт. — Посмотрим сейчас, как играется самое главное. — Ну, я понимаю, что ты не любишь стратегии на консолях. И твое мнение будет предвзятым. Предвзятым. Я сказал, что посмотрю, как на консоли играет. Тихо. Молчать. Что? Вон, StarCraft 64 на мета-критике имеет 80 этих самых метаскоров. 80. А это, между прочим, очень круто. Серьезно? Серьезно. В StarCraft и Бродуар есть. На 64. Так. Тут ореол есть. Давай туториал. Ну что-то у меня хренов. Так. Оу. А когда как просто StarCraft на ПК имеет 88 метаскоров. Ну метаскор просто, наверное, оно не склоняется. Смотри. Я уже заговорил. Ну так. Гоу. 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 войска рамочка выделять да 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 они такие ужатые этот старкап такой ужатый ты не представляешь ты думал что тебе полноценный старкап отбирает на консоль текстуры уже не только не только но по . . . . . . . . Продолжение следует... 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 а а а а а а а так отличный три жизни с одним ударом пронесли до третьего уровня а 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 Неплохо бы от всего вот этого увернуться. Нормально. Ну как успеть? Две жизни. Сейчас я подберу еще третью. А так, чуть-чуть лучше, чем раньше. А вот я и точно прошел первую нюансию. Ну, сразу покажу. Так. 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 Не знаю. Не знаю я не уверен, но по-моему это не очень хорошая тактика тратить молнию на последнем ударе жизни. Ага. Валим, а ты, кстати, в старках не играл? Ну, на ПК играл. На ПК играл. И в первую. Поветую тебе скачать на Минтер. Мне пока Минтер Челленджа на Сеги хватает. Ладно. Ну, потом, Гарю. Вот, если когда-нибудь у меня будет фриплей, будем фриплеить Старкрафт на Нинтезу 64. Он, он не заслуживает только качество. На самом деле, у меня просто никогда не будет фриплая. Так я себя обезопасил от этой игры. Слишком медленно прохожу игры, чтобы чего-то достичь. От снаряда первого босса очень трудно вернуться. Они рандомно стреляют. Да, видно. Повезет или нет, это уже не мое дело. Блин, эти штуки зеленые, они иногда просто прямо летают, а иногда летят именно в тебя. Эй, не предугадаешь никогда, что они сделают. Я говорю, что-то очень рандомно летает и стреляет. Ай, делал грязь. Блин, а я подумал, что у меня есть молния. Четыре. За. Перетыкал я Enter, совсем не поглядев на показатель молнии. Совсем забыл, то есть совсем забыл, что у меня нет молнии абсолютно. Я могу еще про этот стартранспорт. Я играю в обычный стартранспорт. Только на НМТ 6.3. Зампуль, сильный зампуль. В первую очередь. Пострадали, очень пострадали текстуры. Знаешь, какая есть еще хорошая стратегия на консоли? Варкрафт. А еще? Дюны. А еще? А, стратегия, стратегия. Редайлер. Есть. Дулер, хорошо. Стратегия на SNES. Стратегия на SNES, стратегия на SNES. Редайлер, если нет, стратегия. Стратегия, стратегия. Обратегия. Стратегия. Сэмпарк. Ага. Базвин. Сэмпарк это... Что? Экономическая стратегия. Но стратегия же! Я про РТС говорю. А я что сказал? Знаешь какие есть хорошие РТС? Да, стратегии. Так, стратегии. Так, я понял, что мне надо болить. Блин, у тебя времени нет. Я только до босса дошел. Да убью я его ворми. Вовремя. Я же сказал. Убил все-таки? Да. Недс. 5 секунд хватило. Что у меня, по-моему, отставание очень большое. Ну, потому что у меня, как всегда, лаги. А, окей. Я подумал, что это на моей стороне неполадки. Я подумал, что это на моей стороне неполадки. так это лаги. Это лаги. Я так легко. Это миссия с Джимом Рейнером? Что? Что там про Джима Рейнера? Кто такой Джим Рейнер? Нет, я знаю, кто такой Джим Рейнер. Я говорю, что ты там про него сказал. Я сказал, что сейчас начинается на StarCraft 64 миссия с Джимом Рейнером. Он, в общем, стреляется по вердам. Ты упал? Оригинальное причем. А я типа провести его с отрядом парней через карту? Да, да. И построить базу. Оставили. Вместе с Джимом Рейнером, Грейп Рейнер. А там же ты, по-моему, там выбираешь вначале за какой раз играть, по-моему? Да, выбираешь, но ты вообще-то эту главу выбираешь. А должен играть с самого начала ветерана. Ну да, там Тиран, Протос и Зерги, по-моему, в таком порядке они шли. Ты играешь, во-первых, по главам, а не раз выбираешь. Да, но ты ведь мог сразу выбрать третью главу, типа, играть за третью разу сразу, да. Но ты ведь сюжет-то пропускаешь. Ну, StarCraft был не такой сюжет, за который я бы боролся. Там офигительный сюжет был. Офигительный сюжет сделали во втором StarCraft'е. Из первого StarCraft'а, в котором сюжета было две строчки, господи. Нет, нет, нет. В первом StarCraft'е был сюжет. Его можно описать в двух словах. Был Рейнер, у него, короче, была тёлка, потом тёлку, типа, предал этот, самый старший, там, Доминион, как там звали-то. И он, короче, типа, подружился с Зератулом, и всё. Ну, ты лишь часть сказал того, что описали в StarCraft. Знаешь, ты сейчас не прав. Ну, может быть, не знаю. Начнём с того, что терраны. Знаешь, кто такие терраны? Люди. Люди. А как они появились? Вообще. Не знаю. Не знаю, я их боженька создал. В секторе Капру как они появились? Да не знаю я. Полетели туда на своих тарелках. Они прилетели на своих кораблях. Это сосланные были зэки. Хорошо. Вот. И Джим Рейнер, тоже предводитель зэки, на самом деле. Хорошо. Вот. И они, вот, в общем, встретили сразу на всех этих кругах зергов. Начали обосновываться. Таким образом, они создали свои доминион. Так, вот там. Конфедерацию. Затем. Насколько я помню. Возглавил конфедерацию сначала генерал Бюк, потом который цару бросил. Затем. Понял. Я че. Вот. Джим Рейнер не был согласен с этой властью. И отделился, в общем. Я тебя знаю, да. И он не форс, как бы, сначала с ними сотрудничал, первую часть. мне нигде. Короче, очень много сюжетов, я не могу сказать, я уже забыл мне. Да шо, ладно. На мой взгляд, это что-то аля сюжет Варкрафта 3-го. Нет. Который тоже можно написать двумя словами. Был Артес, стал Личом. Пошел, короче, убил всех тех парней. Потом, короче, был Иллидан, за ним охотилась Меф, и, короче, потом был финальный замес. Совсем неправ, вообще. Ну, не знаю, не разделяю я какой-то вот этой любви к сюжетам в Артесках. Был Иллидан, кем был Иллидан, как он вообще, кто, как он, не сказал, кто. Просто, вот, был Иллидан, и так он и стал Иллидан. Был Иллидан, он изначально был с повязкой на глазах. Ну, он был. Что, нет? То есть, он изначально был с повязкой и глазах. он изначально был слепым, я считаю. Я, 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 Иллидан изначально... Ты уверен, что, ты уверен, что он слепой изначально был, да? Конечно, нет, но никакая есть какая-то предыстория этому. Просто меня она не волнует. Что это? Меня больше волнует то, что если там кликнуть получится много раз, она скажет свои враги в темноте, какая черта разница? Вот это был круто. Ладно, это просто просто игра. Ну, не знаю, как-то... Это я вообще, в общем-то, не знаю. Не мое это. Толь дело, Майли Тл Пони, там сюжет. У-у-у, да, сюжет, Майли Тл Пони. Что там же наверняка много опасностей и всякого дерьма прочего. Да, Майли Тл Пони. Ну он же такой популярный, не просто так. Зачем? Люди же не выбирают... Если бы это было дерьмо, его бы никто не смотрел. Есть много подтверждений в истории там, Майли Тл Пони 2 и прочее. Всякие битвы экстрасенсов. Люди смотрят только хорошее. То есть ну за лишь что-нибудь дерьмо, что показывает по телекам. Измут. И что не за дело на Макс Краб в интернете. Не за дело. Вот видишь? Что я вижу? Если ты мне задал вопрос, я на самом деле не понял, что ты спросил. Да, извини, Ромалет. Перебил. Понял. Ну узнавай, Ромалет. Что там? Что там? Я вот только заметил, что вот этой робо-акулой управляет тот самый мужик из третьего уровня. Да, действительно. Видишь? Значит, в третьем уровне его... телефон. Так, извините, какой ты вопрос задал сам? Зови мне то, что дерьмовый интерн по телевизору, что именно дерьмовый показывает? Как дерьмовый? Что-то что-то. Дерьмовый мультсериал. Что именно? Какой именно мультсериал или сериал показывает по телевизору дерьмовый, допустим, кроме, там, русский. Мультсериал, допустим. Дерьмовый? По телевизору не показывают ничего дерьмового. Ты о чем? А как ты можешь дерьмовый тогда, а не дерьмовый? То, что не показывают по телевизору все дерьмо. А то, что показывают, то не дерьмо. Вот. Видишь как? Почему меня плохо слышно? Может потому, что у меня как микрофон практически настроен? Может просто межганалет тут во всю глотку? Да, возможно, или телек, или коврят во все горло. Меня заглушают. В общем, я не могу играть в стартапе. Довольно. Все, слился? Нет. Я не живу. Я не тебе. Не Ромарио, не тебе. Карету мне карету устал. Я не тянется. Не знаю. По вас, как раз-таки Игра Престолов по телеку показывали, Игру Престолов. По НТВ, кажется, сейчас не буду. Да. Понятно. Мне все вокруг плывет. Немножко. Ты можешь наступать на эту воду синюю, независимая? Не знаю. Я даже пробовать не буду. Скорее всего, даже ничего не будет. Снова последний босс. Я сейчас опять сдохну. Но кто знает. Тиреон играл Дукалис? Нет. По НТВ Тиреон играл Тиреон. Дукалис там играл отца до Тиреона. Главного Ланнистера. Давай, скотина, подыхай. А, да. Цены я не буду читать, это слишком много букв. Мне кажется, люди жадны до сисек. все, хоть нет. Так, ну что же. Мне все-таки потребовалось где-то час, чтобы я пройти, ну ладно. Да, я так и хочу. Геймбой, геймбой, мой любимый геймбой. Вычините. Сейчас бейсбол. Если будет бейсбол, ну хотя, какая разница, лан, посмотрим. Я шел в бейсбол, ну почти просто. Ой, я случайно выбыл не в гейл. Ладно, геймбой. Вот. Лас-Вегас Кулхенд. Color. Лас-Вегас Кулхенд, а это разве не та игра, где нужно в казино играть? Казино это. Ну, Лас-Вегас подсказывает, что это казино. Да. А в казино можно выиграть? Можно пройти в казино? Так, еще посмотрим. Круто казино! Да, это казино. Регенно. Казино. Ну, там покер найти здесь есть, потому что я более-менее норм... Знаю, как родители. Пацаны рандомят в рулетке. В общем... В общем... Ну, ладно, я тогда стрим перезапущу и посмотрим, что из себя представляет. Да, и будем ставить все на зеро. Блэк Джек есть. О, Блэк Джек это... Забейся. Солитер есть. Крин... Бейдж есть.